Всем привет, вы на канале Гоу Блог, и сейчас мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Аня и Щук, и Димас Блог будут делать фото со вторым сыном каждый месяц. Традиционно, как с Тимом, каждый месяц в течение года они будут устраивать фотосессию. Также они рассказали, почему назвали второго ребенка Тео. И у Ани есть подружечка, с которой она постоянно что-то обсуждает, и тоже она ей накидывала всякие имена. И там было одно из имен Теодор. Она говорит Теодор, Тео. Она вот сразу и короткая сказала, и полная. Я говорю Тео. И мы вдвоем друг на друга смотрим, и понимаем, что это прикольно прям. Да, необычно и очень нравится. Сразу как-то, как вот Тим. Вы поняли, блин, очень круто. Изначально это имя обсуждалось между мной и подругой, как только мы узнали Пол. Это было прямо на гендер-пати, мы еще даже домой не приехали. И я это имя держала у себя в голове до вечера, и Диме пока не говорила. Я знала, что он хочет называть сам, но оно мне так понравилось. Я думаю, блин, ну он же хотел сам назвать. А сейчас, получается, я ему идею подкидываю. Точнее, моя подруга. Ну и дальше уже я. Я иду в ванну, говорю ему это имя. Говорю и полное, и короткое. И я сразу знала, что ему понравится точно. Катя Адушкина провели операцию. Катю давно мучили проблемы с дыханием. Из-за разницы ноздрей и искривленной перегородки. Поэтому она решила исправить эту проблему операционно. На самом деле, все вообще не так радикально. Помните, я рассказывала вам, что узнала о моих проблемах с носом. У меня искривлена перегородка. Из-за этого гайморит, аденоиды, вот это вот все-все-все. И я приняла решение ложиться на операцию. Я просто, видите, я волнуюсь, просто пипец. Поэтому, не знаю, поддержите меня, пожалуйста, в директе. Ночью в дом парня Евы Миллер, где они ночевали вместе, ворвался неизвестный. В соседней комнате находилась его сестра. И от ее крига пара проснулась. Мужчина начал оправдываться, что нашел ключ под ковриком. И искал зарядку. Но ключ по итогу оказался липовым. Она подскакивает, вылетает сразу. Типа, вот, допустим, его комната, вот комната сестры, вот этот коридор. Он вылетает до своей сразу в коридор. А этот чувак стоит с фонариком и говорит. И она просто, ну, сестра орет, потому что он зашел к ней в комнату ночью. Вы вообще не знакомец, представьте, это ужасно. Осин взлетает, берет его за шкирку, говорит. Какая зарядка, ты что тут делаешь, вали отсюда. Он говорит, как ты попала в дом. И он говорит, я нашел ключ под ковриком. Держи. В трех утра я не спала, сейчас 10.30, почти 11 утра уже. И я не могу уснуть просто потому, что я слышу этот ее голос, крик у себя в голове. Я слышу голос этого чувака, эти шаги. Мы не спали с ней в тот вечер, я не знаю, что могло произойти. Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Милана Некрасова показала покупку Майбаха. Она долго не могла определиться с цветом будущего автомобиля. Но по итогу ей подобрали то, что нужно. В своей машине ездить намного удобнее, чем на такси. Я сама добилась. Ну ладно, не прям сама, мне помогли, сказала Милана. Точную стоимость машины Милана пока не назвала. Дина Саева и Даня Милохин пересняли еще одну сцену из фильма. В этот раз они взяли картину с Уиллом Смитом и Маргой Робби «Фокус». Как вам такая актерская игра? Не побудете моим парнем. Всего минуту. Вы же не серийный убийца, верно? Ну, это зависит от того, сколько раз надо убить, чтобы стать серийным. Продюсер Мии Бойке, Текила, предлагал ей выкупить имя за 150 миллионов рублей. Сам же Текила не запрещает использовать имя Мия Бойка и использовать старые треки. Но бывший продюсер предложил ей выкупить треки обратно за сумму – 150 миллионов. Это рассказала сама Мия. Сказал, я чувствую, что ты хочешь уйти, нам, наверное, разойтись лучше. Ты стоишь 150 миллионов, может быть, твой парень хочет на тебе жениться и заплатит их. А у моего бывшего парня была очень состоятельная семья. И мне кажется, он просто захотел заработать. То есть он сам предложил мне уйти и выкупить себя. Супер Стас раскрыл, что в ведущем шоу «Прятки» на СТС изначально должен быть Дима Масленников. Но в связи с болезнью Димы нужна была замена. Общим решением они выбрали Егора Крида. Стас считает, что он хоть отличается по стилю поисков от Димы, но хорошо справился со своей задачей. Егором Кридом, а не с Димой. Потому что когда у Димы были проблемы со здоровьем, «Прятки» уже были запланированы. И предложили, и согласовали все вместе, что Егор будет ведущим. Я считаю, это лучший, кто мог поучаствовать в «Прятках» как ведущий. Потому что мы много размышляли. Я считаю, это хороший не заменой, а это отдельный интересный ведущий, который ищет по-своему. Потому Егора, я считаю, он влился хорошо в эту роль, и он показал ведущего, как он мог быть. Человек, который просто ищет, который смотрел когда-то, возможно, шоу на ютубе и на телевизоре, а теперь стал ведущим. Потому что, да, я думаю, что будут другие сезоны, если людям очень зайдет, то может быть какие-то неожиданные коллаборации двух ведущих, возможно. А может быть нет, а может быть да, а может быть нет. Милана Некрасова решила поиграть, как Милстрой и Литвин. Блогерша хочет подписку от певицы Максим. За следующие 24 часа она готова заплатить за это задание 30 тысяч рублей. Юлия Гаврилина продолжает практиковать игру на акулеле. Хотели бы от нее услышать какую-нибудь песню? А вы не знаете, а вы не знаете, почему живет в дворе, там же в доме все бабочки и тяга, но это не я, сердце моё скули, напоминает, чувствует себя живым.